По статистике, каждый белорус съедает около 170 килограммов картошки в год. Даже мода на здоровый образ жизни не способна вытеснить это блюдо из повседневного меню. Ведь бульба для белоруса – это настоящая традиция. Мы сделали новый продукт и хотели бы сегодня его продегустировать. Оцениваем внешний вид, консистенцию продукции, запах и вкус. На предприятии по производству картофеля фри разработали сразу несколько новинок. Одна из них – дольки по-деревенски в панировке. После неоднократных дегустаций остановились на сочетании куркумы, чеснока и паприки. Главный технолог предприятия Марина Олейникова разрабатывала рецептуру совместно с поварами. Обязательно сохраняя традиции национальной кухни. На линии у нас идет новый продукт – картофель фри 10х10 с панировкой. Картофель одобрен мировыми производителями. У нас он на собственных полях выращенный. Мы увеличили площадь в этом году в два раза. Работа в цеху быстрого замораживания организована в три смены. Производство фастфуда – тонкий технологический процесс. После мойки клубни попадают на паровую чистку и проходят сортировку. Нужную форму продукт приобретает на гидрорезке. Затем бланшировка, сушка и предварительное обжаривание во фритюрнице. На линии шелковой заморозки картофель молниеносно превращается в полуфабрикат с длительным сроком хранения. Готовая продукция проходит у нас через контрольные весы и через металлодетектор. Дополнительно в производственной лаборатории мы также взвешиваем и перепроверяем вес. Структура потребления изменилась по сравнению с прошлым годом. Более 65% было – это Российская Федерация, в этом году уже 55% – это Республика Беларусь и 45% – Российская Федерация. То есть структура потребления меняется. Наш продукт, он и качественный, и в то же время мы по сравнению с заграницей в два раза дешевле наш продукт стоит. По поручению главы государства на заводе приступили к строительству картофелехранилища на 20 тысяч тонн. Впервые в стране здесь внедрят технологию хранения в газовой среде с использованием этилена. Это позволит клубням, которые пойдут на фри, не прорастать. В этом году на финансирование проекта выделено свыше полутора миллионов рублей. В настоящее время ведутся работы по наружным сетям, электроснабжение, водопровод, канализация. Завершаются работы по вертикальной планировке. Урожаю 2024 года мы это хранилище обязаны сдать. Масштабная программа обновления позволит предприятию расширить посевные площади, нарастить объемы производства и создать новые рабочие места. Александра Ходюкова, Олег Черняк, телекомпания СТВ.